Слушать доклад от сыпьего Григория. На сегодняшнюю конференцию я подготовил три доклада. Сейчас я выступлю с одним, а потом в конце, если не будет времени, я выступлю еще с остальными двумя. И моя тема этого доклада, назовем его так, очень близко перекликается с темой, которая уже упоминалась сегодня, но немножко в другой, скажем так, сфере, чем рассматриваю ее я. И тема моей статьи, моего доклада – это экономическое развитие авиаиндустрии в России. И согласно структуре моего доклада, всего будет три части. Первая – это введение, то есть я расскажу, какое сейчас состояние в индустрии, потом выявим проблемы, которые сейчас есть на данный момент времени, и приведу определенные решения, которые я посчитал наиболее будут верными для этой ситуации. И в первую очередь хочу начать опять же с поднятой ранее темы, а именно пандемия коронавирусной инфекции. Она очень сильно ударила по авиации, и докладчик уже говорил, как сильно. Поэтому повторять эти статистические данные, думаю, не имеет смысла. Однако кризис, как я люблю считать, это начало чего-то нового, база, с которой можно развиваться дальше. И вот сейчас я предлагаю рассмотреть развитие быстрее с точки зрения России, и уже потом международный на пост-ковидном пространстве, будем его назвать так. Итак, первое, что я хочу вам рассказать, это особенности российского авиаиндустрии. Почему российская авиаиндустрия, она выделяется, в отличие от европейских, американских и других авиакомпаний. В первую очередь это тем, что все базы, как новая, логистические цепочки и структуры были сформированы еще в Советском Союзе. А мы все прекрасно помним, насколько большой эта структура была. После развала Советского Союза произошли кардинальные изменения в структуре, и в принципе авиация после развала Советского Союза начала очень-очень сильно терять свои позиции. И первой особенностью именно компании России, которые начали формироваться в 80-х, 90-х, это так называемая ВОЗ-команда. Это такая практика управленческого аппарата, когда к управлению компанией, управлению в принципе организаций приходят люди, которые не имеют профильного образования в сфере. В данном случае это пришли люди, которые не имели общих понятий про авиацию, как устроены, как происходят полеты, как вообще специфика этого бизнеса. Просто пришли люди, которые сказали, вот мы будем сейчас управлять, выполнять эту стратегию. Это, с одной стороны, была хорошая практика, потому что она способствовала спасению этой компании с кризиса, где вообще управленческий аппарат разобвалился. Но, с другой стороны, мы можем понимать, что более адаптированных к специфике индустрии решений не было. Иной особенностью управления в российских авиакомпаниях это примерно то, что половина всех выпускников вузов собственно говоря, работают не по специальности. Это происходит по многим причинам, и если будет интересно, я смогу о них рассказать чуть позже. Много выпускников, окончивших высшие учебные заведения, идут работать в другие компании, которые вообще даже не связаны с авиацией. То есть, если можно было понять, что, условно говоря, идет человек делать игру про самолеты, это не относится к этой теме. То есть, люди идут в сверсери, в экономисты, в бухгалтеры, то есть, не по профильным специальностям. Это главные особенности, которые сформировались в российских авиакомпаниях после развала Советского Союза. После этого предлагаю рассмотреть проблемы авиакомпаний, которые сейчас есть. А их очень много. Приготовьтесь, будет много тех. И первое, это отсутствие современного органа управления гражданской авиацией. Как я уже сказал ранее, бизнес-командой не не смогли сформировать стратегию для долгосрочной перспективы. И поэтому сегодняшнее состояние гражданской авиации, гражданские авиакомпании, оно исключительно от специалистов, которые пришли в свое время и смогли, скажем так, немножко вывести из штопора авиакомпании. Второе, это провал низкобюджетной модели перевозок. Как говорилось ранее, региональные и малые авиаперевозки очень сильно страдают, в отличие от тех же крупных авиакомпаний и авиахолдингов. Дальше, это низкая авиаподвижность населения. Под этой проблемой подразумевается, что довольно малая часть общего населения страны использует авиаперевозки. Из моих знакомых, которые любят путешествовать по России, они больше свое предпочитают на поездах. У них такая традиция, и в принципе они говорят, что это и безопаснее, и интереснее. Ну вот, тенденция низкоподвижности населения дома и длинного лица. Дальше, это штучный выпуск отечественных самолетов. Это у меня обсуждается в отдельной статье, но если кратко говорить, что логистические цепочки производства самолетов настолько потерпели огромные убытки в 90-х и 80-х, что сейчас авиаиндустрия держится на военно-промышленном комплексе и на частичных, очень перспективных моделях, которых я расскажу чуть позже. Дальше, отсутствие отечественной малобюджетной техники и ее производства. Вся техника, которая сейчас используется, это техника, которая была создана в Советском Союзе или же по чертежам в 80-е и 90-е годы. Дальше, нехватка кадров, я вам рассказал об этом. Контрафактные запчасти, они присущи всем авиакомпаниям, но в России они в большинстве своем развиты, потому что у нас советская авиатехника и, если мы помним, после развала Советского Союза на территории Украины, Белоруссии и других республик стран СНГ, остались некоторые малопроизводства и с помощью контрабанды переводят запчасти. Также это внедрение современных авиационных технологий в многолетние задержки. Это из-за того, что структура управленческого аппарата в большинстве своем дублируют определенные функции, но об этом я чуть позже расскажу. Высокие цены на авиабилеты и монополизм поставщиков услуг. То есть у нас, как правило, это либо крупные корпорации, такие как Аэрофлот, С7 и другие компании, которые подвлазны этим двум гигантам, ну или же региональные авиакомпании, которые по частной инициативе, можно сказать, существуют на этом свете. Ну и последнее, это вмешательство высших лиц государства в наведение порядка в отрасли и устаревшие отраслевые нормативно-законодательные акты. Так, с проблем, которые я вот описал, предлагаю перейти в, можно сказать, поиску решения. И для этого я сформировал так называемый логистический цикл авиандустрии и его разбор. Эта вот схема, которую я сам придумал, всего авиандустрии можно выделить три ключевых субъекта, которые существуют вообще в авиации в целом. Это конструкторское бюро, это производитель, это авиакомпания. Сейчас расскажу, кто за что отвечает. Начнем с конструкторского бюро, прошу прощения. Вот вам картинка для наглядности. Данный субъект представляет собой организацию, которая ответственна за проектирование, конструирование и дальнейшее приведение в реализацию определенных проектов, как различных запчастей, авиаоборудования, так и частей авиационных аппаратов и самолетов. Конструкторское бюро чаще всего в нашей стране находится рядом с производителями, который в свою очередь представляет собой производственный комплекс, который выполняет как раз таки все эти заказы, который выполняет функцию также ремонта и оборудования и в принципе является самым массивным, так сказать, субъектом в этом цепле. И следующий субъект, это у нас авиакомпания. Это как раз таки вот эти частные авиакомпании, которые выполняют транспортную функцию и эксплуатируют воздушную технику. Авиакомпании бывают нескольких видов. Это государственная авиация, которая там военная, и личный авиапарк главных лиц государства. Это гражданская авиация, где есть общее назначение, чем мы пользуемся, и коммерческая авиация, бизнес-джеты и прочее. Ну и экспериментальная авиация, которая сейчас начала набирать обороты, но пока еще не так обширно, как гражданская авиация. Итак, опять-таки возвращаясь к нашему циклу, предлагаю рассказать, собственно говоря, где сама проблема, о которой я говорил ранее. Ну в первую очередь то, что взаимодействие между данными субъектами было разрушено. Производители начали делать то, что они считали тогда важным для выживания. Конструкторские бюро вообще практически испарились, потому что лучшие умы конструкторов улетели либо за границу, ну либо перешли на другие сферы деятельности, которые, собственно говоря, далеки от авиации. Например, у моего дедушки был знакомый, который был гениальный конструктор двигателей, но он во время кризиса 90-х перешел в бухгалтерию и стал одним из лучших экономистов. Но факт того, что умы перешли из авиации в другие сферы деятельности, то я очень сильно. Авиакомпании влияют как на производство, так и на конструкторское бюро. Как вы можете заметить, большее влияние идет на конструкторские бюро, потому что авиакомпании дают запросы. Нам нужен перспективный самолет на какую-то дистанцию с каким-то количеством пассажиров. И конструкторское бюро работает. Следующее, о чем я хочу рассказать, это непосредственно разобрать проблемы, которые я, кстати, решу в этом докладе, но чуть позже. Они связаны с производителем. Первая проблема производителя как субъекта – это у нас отсутствие производственных мощностей. Многие заводы были закрыты ввиду того, что в 80-х годах большой рынок частной авиации предпочел зарубежные аналоги, которые имели несколько меньше преимуществ, чем нашими советскими, и поэтому многие производители просто закрылись ввиду отсутствия спроса. Как, например, если сейчас попробовать найти детали на самолет Як-18Т, это надо искать частную мастерскую, которую в прямом смысле на коленке смогут сделать определенную запчасть. Насколько все далеко ушло. Что же касается на рынке средней и дальней регистральной авиации, то сейчас появилась положительная динамика. С начала первых. Например, все вы, наверное, видели по новостям проект «Сухой суперджет» и перспективный авиалайнер МС-21. Это два главных проекта, которые сейчас могут, скажем так, спасти весь производительный комплекс гражданской авиации. Вторая проблема – это отсутствие частных инвестиций в авиаиндустрию в целом. Эта проблема имеет корни с 80-х годов, когда я сказал, рынок открылся для глобального капиталистического тогда мира. И отечественный рынок не смог показать тех конкурентоспособных позиций, с помощью которых мог бы остаться на прежних позициях. Потому что все предлагали выгоду здесь и сейчас купить подешевле и из-за рубежа, чем наши самолеты, которые имели долгий срок, но были немного нерендабельны на тот момент времени. Прошу прощения, что заикаясь, просто немножко сбился с темы. Итак, третья проблема – это отсутствие прославства для реализации потенциала новых кадров. Как я уже говорил ранее, много кадров просто уходит из сферы авиаиндустрии. И сейчас, по большей части, все конструкторские бюро производителей, они держатся либо на людей, которые работали еще в советское время, либо, скажем так, на наследников этой семейной династии. Да, много людей в авиации именно по семейной линии. У меня, допустим, двое дедов и оба управляли самолетами. Поэтому я буду продолжать 119, но немножко в другом направлении. Так, производителя мы разобрали, конструкторское бюро рассмотрели. Авиакомпании. Во время пандемии, как было сказано, очень большие убытки и расходы получателям компании. Из-за этого они стали очень сильно зависимы от поставок из-за рубежа. А новые самолеты, например, Airbus Boeing, о которых у меня есть в другом статье информация, они продаются очень много, и наши авиакомпании очень сильно зависит именно от зарубежных поставок запчастей, самолетов или кадров. Второе, это очень-очень близкий горизонт к используемому авиатранспорту. Поясню. Во время Советского Союза техника строилась на веках, как говорится, чтобы долго работала и меньше ломалась. До сих пор эта техника работает, и совестью работает, и никаких поблажек нет, но главно поступает пора, когда вся эта авиатехника начнет давать сбои. И вот, как пример, Ан-2, который уже как морально, так и технически устарел, и сейчас в кратчайшие сроки ищет решение для замены этого самолета. А он, как я могу заметить, это самый главный, можно сказать, самолет для сельхозавиации, для малых пассажирских перевозок на Дальнем Востоке. Ну и, в принципе, это малый частный самолет, который пользуется очень-очень часто. Ну и третье, это многослойность управленческого аппарата, как я сказал ранее. Управленческий аппарат занят больше дублированием функций тех же отделов, чем созданием новых решений. И эта проблема частично была решена во время пандемии. Была удалена часть сотрудников и переведена на дистанционную. Поэтому сейчас авиакомпания будет приспособлена для изменения рынка. Так, проблемы мы рассмотрели, ситуацию рассмотрели. Теперь какие же решения можно найти? Самое простое, прямое и при этом, можно сказать, немножко нестандартное решение, это прямое вмешательство государства в индустрию. Поясню, в каком плане прямое. Государство может напрямую инвестировать в эту индустрию, объявлять государственные гранты, конкурсы, тем самым способствуя увеличению спроса на услуги как конструкторского бюро, так и производителей, так и компаний. Ну и мы все прекрасно понимаем, что тут у нас есть несколько вариантов по пути решения, последствия которых могут быть как появление новых рабочих мест, возрождение отечественного авиатрома, ну и расширение российского рынка авиакомпании и расширение сферы деятельности. Да, прямое вмешательство немножко будет некорректным, потому что частный рынок и прямое вмешательство государства немножко разные теоретические понятия. Ну вот, если будет интересно и будет время, я расскажу в конце конференции об этом, кажется, таки моменте. И все ли так плохо на этом рынке, потому что я говорил очень много проблем и очень какое-то самое отдаленное решение. На самом деле нет. На самом деле сейчас наши авиакомпании смогли приспособить авиаперевозки как пассажирские, так и грузовые в разные, можно сказать, климатические условия, как на Северный полюс, так и на Сахалин, как большие грузы, так и малые. То есть наши авиакомпании смогли приспособиться к всем климатическим условиям и всем погодным условиям. Плюс сейчас активно начинают развиваться так называемые экранопланы. Самолеты, которые могут использовать без взлетно-пассажной полосы, а садиться на воду. И, кстати, это очень перспективно, потому что именно российские авиакомпании начали активно продвигать эту идею. На данном фотографии это проект, который ждет инвестиций, называется А-50, он же «Чайка» в народе. Также сейчас активно продвигается безоаэродромный самолет ПЛ-1, который был, кстати, создан студентами Московского инженерного института. Все средства, все конструкторские деятельности, это все было создано именно студентами. И вот, как вы можете видеть, летает и ждет продвижения идеи в государственных структурах. Ну и последний, который я увидел, прям вот красивый-красивый был на всем известном мировом сообществе авиации, это вот как раз-таки К-15 и Волгар. Говорят, что он сейчас на Дальний Восток поедет и там будет активно распространяться. Так, ну вот как-то так. И закончить я хочу свой доклад словами, во-первых, Циолковского, который говорил, что человечество не останется вечно на Земле. И в погоне за светлым пространством сначала он робко проникнет за пределы атмосферы, а потом уже достигнет околосанцевого пространства. Ну и легенду авиации Жуковского я тоже хочу цитату прочитать. Человек не имеет крыльев, но по отношению своего веса к телу и массе мускул в 72 раза сладеет птицы. Но я думаю, что человек полетит, опираясь не только на силу своих мускул, но и на силу разума и мечты. На этом спасибо за внимание, готов ответить на все ваши ответы.